Здравствуйте, уважаемые подписчики, новички, присоединяйтесь, с вами Ольга Дуброва, а вы на канале Процветок. Тема сегодняшнего нашего урока будет про салаты. Наверное, все уже попробовали себя в роли садовника, огородника, который выращивает салаты, но может для кого-то эта тема будет новой, поэтому я построю свой урок так, что сначала я вам расскажу, что такое салаты и с чем их едят, затем остановлюсь на каких-то тонкостях, особенностях выращивания, потому что они тоже встречаются в зависимости от вида, от группы, и затем остановлюсь на тех сортах и видах, которые я пробовала, и мне они нравятся, с успехом прошли апробацию у меня в огороде. Итак, приступаем. Салат – великолепная культура, потому что всегда с ней происходит успех. Даже если вы не добьетесь кочана, то все равно маленького кочанчика вы дождетесь все непременно. Собственно, салат по-латыни звучит лактука, но иногда к этим салатам относят и всякую другую зелень. Собственно, салаты, они подразделяются, вот салат, который листовой, он быстро, особенно старые сорта, они быстро идут в стрелку после того, как дали массу зелени и мы ее скушали. Затем иногда говорят, что называют так цикорный салат, в другом называется виттув. Это не совсем салат, это называется цикорий интубус. У него присутствует такое вещество интубин, которое придает горечь ему. Про него я расскажу попозже. Но называют цикорный салат. А затем группа кочанных салатов, те, которые образуют кочанчики. Кочанчик может быть хрустящим, может быть маслянистым листик. Сюда относят группу ромена и многочисленные гибриды между масляным салатом и ромена. Они образовали очередную группу. Если ромена или романа кругленькие образуют кочан, то гибриды, они уже имеют другую форму, продолговатую. Но это в идеале. У некоторых это никогда не получается. Затем салат может быть срывной, когда мы просто вырываем эту розеточку и на этом заканчивается употребление и выращивание. Есть полудикий салат, у которого используется в пищу утолщенный стебель. Его надо бланшировать, термически как-то обрабатывать, потому что тоже такой присутствует своеобразный горький привкус. Иногда называют его салат спаржевый. Есть даже такой сорт Светлана, посмотрите. Ну и есть полудикие салаты. О них я тоже позже расскажу. Сюда относят уже совершенно другие растения. Шпинаты многочисленные, вкусные. Когда вы их приобретаете, выбираете сорта, у которых лист чем покрупнее. Что-нибудь у вас да и получится. Потому что если с мелкой листвой что-то пойдет не так, и вы будете огорчаться. Ну, конечно, всеми нами любимая рукола. Многочисленные сорта, которые мало чем отличаются органолептически друг от друга. И, может, помните, я когда-то рекомендовала со вкусом настоящим руколы. Но по-русски называется двурятник, а по-латыни звучит как диплодаксус. Это, можно сказать, многолетняя рукола. Один раз мы ее посеяли, вырастили. И на этом можно остановиться, потому что хорошо завязывают семена. Семена осыпаются, новые растения появляются. Правда, куст достаточно такой вот кучерявый, раскидистый. Но при этом зелень сохраняется практически, можно даже сказать, круглый год. И если вы сохраните этот куст осенью, накинете на него одну лапку и будете навещать ваш загородный участок зимой, то, раздвинув иловые лапки, вы сможете добраться до вполне себе сочной зелени. Листики, которые появляются в течение сезона, они всегда сохраняют достаточную сочность и мягкость. В этом плюс этого двурятника. Какие самые-самые-пресамые для меня? Самые-самые для меня и часто используются огородниками, это всем известный тот, который называется Лола, группа Лола. Лола может быть Росса, Лола Бьонда. Росса, это значит, будут краснокрашенные, коричневатые, амьондо, зеленые качанчики. Это салат, который долго радует нас своей зеленью. В течение двух месяцев мы можем им пользоваться, обрывая листочки, а можем вырывать сразу и с корешком, если у нас посадки достаточно плотные. То есть по мере его роста, созревания, мы либо делаем прорывку, либо просто срываем листики. Всем известен и очень популярен и очень-очень давно используется салат, который называют по-разному дубок, дубочек. Это дуболистный салат, у которого в самом деле листики по своему абрису похожи на листики обычного дуба. Дуболистный салат может быть тоже различных окрасок, различной интенсивности бордового, зеленого, но все эти сорта обладают великолепным вкусом, долго сохраняют свою нежность. Их мы обрываем, 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 а он все растет и растет и растет. И можно, если вдруг начинает идти в стрелку, можно эту стрелку прищипнуть, тем самым мы отдалим срок его, так сказать, старения. Следующий салат, который распространен и который на прилавках магазинов и очень дорогой, это качанный салат айсберг. Айсберг более требовательный в уходе. Его можно выращивать как посевом семян, так и через рассаду. Иногда даже через рассаду более оправданно, потому что качанчик быстрее вызреет. И не стоит дожидаться, когда он будет вот такой, как в магазине на прилавке. Можно срывать уже тогда, когда он достигнет сантиметров 8-10 в диаметре. Не дожидайтесь, потому что слизни могут вас опередить или еще приключится какая-нибудь с ним беда. Салат, который называется ромен, иногда называют его романа, римский салат. И может быть и отсюда пошло то, что его используют, исключительно его в настоящем правильном рецепте используют в салате цезарь. Он образует удлиненный качан и не всегда тоже бывает успех. Его, как и салат айсберг, надо выращивать на почве, которая по своей кислотности близко к нейтральной, потому что кислые почвы они не любят и не сформируют хорошего качанчика. Салат ромен необходимо где-то в возрасте примерно двух месяцев приподнять немножко нижние листья, мягко обвязать и упаковать его, допустим, в какую-нибудь крафт-бумагу или какой-то бумажный пакет. Для чего? Для того, чтобы внутри листики были более нежные и имели ярко выраженный такой приятный ореховый сладковатый привкус. И так вы добьетесь хорошего вкусового результата и хорошей головки этого салата. Следующие салатики, именно салатики, потому что они вот так усенькие, на такой стадии мы их срезаем. Это крес-салат и необычный салат, но его уже можно приобрести, увидеть в продаже, который называется валерьяница. Это два самых холодостойких. Их можно высевать уже прямо кому-то и в начале апреля, но в середине апреля все непременно начинаете сеять. Крес-салат начинает давать всходы при температуре почвы уже даже плюс 8 градусов. Рост его быстрый, но так как он и дальше будет быстро расти, то в стадии где-то в течение, когда ему от всходов до этого момента, когда его надо срезать, пройдет 2-3 недели, мы его срезаем и пересеваем заново. Сеем через каждые 2-3 недели, если он вам понравился. И таким образом у вас будет постоянно свежая питательная витаминная зелень. Валерьяница несет, представляет из себя красивые, плотненькие, сочно-зеленые листочки, темно окрашенные такие. Иногда называют салат полевой. Это вообще тоже крайне устойчивое, холодостойкое растение, поэтому сеем этапами, начиная с очень-очень ранней весны. Всходы, если вдруг возвращаются градусов, так, в минус 8, минус 10, всходы переносят такую температуру, и когда морозы уходят, они продолжают свой рост. История такая же, что мы пересевать его будем каждые 2-3 недели, с тем, чтобы иметь у себя на столе такую постоянно сочную витаминную зелень. Из готовых уже таких пакетов, которые продаются, мне очень понравилось, порадовало, и всегда у меня есть. Пакетик так и подписан с именами, не помню, какая фирма, возможно, Гавриш, называется «Японская зелень». В этом пакетике 4 салата. Ну, сюда они назвали, что это салат. Там есть амарант, который тоже рекомендую использовать в пищу, когда молодые пророски. Амарант – это отдельная история, очень полезная, и очень-очень такой хорошего роста, с большой продуктивностью семенной. Там же содержатся в пакетике семена горчицы. Зелень ее тоже очень приятная, там какой-то сорт горчицы, не просто так. Затем называют капустой китайской, но на самом деле это салат, сорт ласточка с необычными листочками, которые, в принципе, надо пораньше срывать, потому что они быстро теряют свою нежность такую, становятся грубоватыми и достаточно горьковатыми, если кого-то это смущает. Ну, и мой любимый салат в этой смеси – это называют еще японский салат – мизуно, с рассеченными листиками удивительной красоты, который можно использовать как декоративный. Все эти ребята в компании, они завязывают рано или поздно семена, поэтому можно их собрать, а можно потрясти, и на том месте весной у вас будут сходы. Ну, и срывайте себе потихонечку, а если не нравится, так просто пропалывайте эту мелкую зелень. Следующие салаты, которые очень хороши – это голландская селекция. Салат такой туско, он относится к группе Лола. Красные, красивые листики, очень сочные, вкусовые качества, великолепные. Салат такой ксанду, который уже относится к группе Романа. Листья темно-зеленые, и очень хорошо его можно выращивать, как если у кого-то есть теплица, то можно ранние посевы делать в теплице. Салат такой ксанду, который надежный, не поражается различными заболеваниями и стойк к тому, что разваливается этот качанчик. Салат Айсберг, нескрою, у меня тоже редко когда получался, пока ко мне в руки не попал сорт Даймонд. Наверное, потому и Даймонд, что он показал свои качества великолепно. Сорт Таймс – это тоже образует головку, и головка более мелкая, чем у Даймонда, но надежная. Потом такой пакетик с надписью «Чудо четырех сезонов». Это качанный салатик с бронзовой листвой, тоже очень красиво, и с отличными вкусовыми качествами, и очень долго сохраняет свою свежесть. Салат с масляной головкой. Прямо кажется, что он уже сбрызнут маслицем, который называется «Аттракцион». Мне кажется, даже и в нашем магазине на процветке он тоже должен быть. Помните, я вам рассказывала про салат, который метлух цикорный. Его разновидность – это индивий. Так вот, индивий. Сорт называется «Кучерявец». Долго там селекционеры-производители не мудрили, потому что наземная часть у этого цикорного салата, она вся сильно-сильно рассеченная, и ее можно использовать в пищу. Потому что некоторые пытаются выращивать цикорный метлух и встречаются с неудачей. Потому что потом тот корявый качанчик, который нарастает, он совершенно не пригоден в пищу. По той причине, что он содержит вот это вещество интубин. И на самом деле выращивают цикорный салат в сезоне, в открытом грунте, для того, чтобы получить вот этот вот утолщенный корень, из которого получают суррогат кофе. Его высушивают, там обжаривают и делают такой напиток. Ну, а можно использовать просто салат. А затем этот корень, который не используют в пищу, его сохраняют. А в зимний период его помещают в темное достаточно место и выращивают, собственно, вот этот качанчик, который мы видим в магазине. Очень красивый на срезе и выращенный вот уже в зимний период в таких условиях. Он не содержит или содержит незначительных количеств вот это горькое вещество и употребляется в пищу. Поэтому на огороде мы такого результата в летний период не получим. И для этого, я думаю, придумали индиви, чтобы мы эту красивую кучерявую зелень использовали в пищу. Когда я начала заниматься, достигла такого возраста, что меня потянуло к земле и стала заниматься огородничеством, у меня в огороде появился, от бабушки привезла, не знаю, может какой-то народной селекции, но уж очень-то этот салат похож на одесского кучерявца, тоже так называется, одесский кучерявец. Это полукочанный салат и вот тот, который у меня, я с ним вообще никогда ничего не делаю. Когда-то, 20 лет назад, я привезла просадку, посадила. Правда, он очень быстро уходит в стрелку, ну и что? Зато у него очень ранняя зелень, очень мощная зелень, листья огромные, немножко волнистые, но они сочные, затем, конечно, наступает уже такой период, когда они становятся с горчинкой. Ну и ладно, тогда я его прореживаю, выбрасываю, оставляю пару кусиков для того, чтобы они дали семена, ветер их разносит и следующей весной я снова салатом типа одесский кучерявец. Ну и, пожалуй, про салаты я вам все рассказала, что хотела. Помните о том, что салат все-таки растение короткого дня. И чем раньше вы его посеете, тем больше будет результат в том плане, что он не будет идти в стрелку цветочную. Для того, чтобы, когда мы говорим про повторные посевы, чтобы эти повторные посевы были тоже удачными, значит, мы следующие посевы, то, что вот не касается кресс-салата, валерьянинцы, когда нам достаточно высоты 5 сантиметров, то мы начинаем посевы уже во второй половине лета, когда день укорачивается, и тогда мы снова их с успехом выращиваем. Многие салаты хорошо сохраняют свою свежесть при хранении. Тот же айсберг или романа, они могут сохраняться в холодильнике в течение месяца. Листовые салаты, конечно, более капризные. Ну и не забывайте, что, несмотря на всю неприхотливость, почва должна быть все-таки более оккультуренная, достаточно плодородная. И не забывайте про поливы. Потому что, если будет на песчаной и сухой почве, то даже самый великолепный сорт лола-роса, лола-бьонда или айсберга, они быстро огрубеют, побледнеют и не будут представлять из себя ни пищевой ценности, ни декоративной ценности. Используйте салат по своему усмотрению и получайте удовольствие как пищевое, так и эстетическое. Уси велики, дякую, кто менее доглядил до конца. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok